30-е. Это что такое? 30-е. Что-то совсем тяжеляк какой-то. 30-е марта. Суббота. Сегодня у меня возникла какая-то большая усталость. Первую половину дня я занимался, как обычно. Вечером слегка увлекся продолжением дискуссии. Вчера я начал писать спектакль, сегодня я его продолжил. Вставил несколько дополнительных комментариев. Продолжил общение вымышленных двух персонажей. Один из которых мой оппонент. Второй подразумевается Артур Шопенгауэр. Великий философ немецкий. Да, почитал этого самого Антонио Каича, наверное, около полчаса. Даже больше минут сорок. Ну, в общем, очередной филистр, утверждающий наивные вещи. В сущности, ну, говорит многое того, что я, но только у нас с ним крайне различное понимание. То есть он считает, что нужно интуитивно познавать сущность Бога. Заниматься какими-то самыми... Даже не знаю, то есть он нигде, в принципе, не говорит, чем нужно заниматься. Говорит, что нужно стремиться познать Бога в себе. И нужно читать книжки. И нужно пытаться на основании чьих-то сочинений что-то воспринимать. Говорит, а нужно сидеть и думать. Я не знаю, то что думать. Он говорит, интуитивно постелять Бога. Ой, господи, такой глупец. Однако, очень у него стиль хороший. Многих он высмеивает, так же, как я его высмеил. После чего авторы ударяют свои лицензии, чтобы не показаться дураками. А может, еще по каким-то дополнительным причинам. Как он удалил, в принципе, мое. Придурок, блин. Ну, придурок. Вообще странно все это. Вроде умный человек. Ну, действительно умный, по всей видимости. Потому что пишет. Достаточно грамотно и внятно. Да и прочитал немало, скорее всего. Такое непонятно, что читал. Ну, как он-то вряд ли читал. Потому что, если бы читал, то, конечно... Не знаю, какую надо иметь голову, чтобы после прочтения Канта остаться в плену этих иллюзий. Создавать какие-то непонятные понятия, которые запутывают... Которые значительно запутывают рассудок, разум. И приводят к тому, что начинаешь просто бредить, какую-то чушь нести. Считать себя суперчеловеком, суперсуществом. И пытаться всех остальных убедить не только в том, что ты суперчеловек, но и что нужно жить именно таким образом. Ну, у меня, в принципе, такое было. Или пять назад. Когда я... Ну, ладно. Нет, не важно. Значит, что я хотел сказать-то? Надоело мне болтать тут и записывать свои заметки на камеру. Сегодня был такой желание просто плюнуть и вообще ничего не писать, не снимать. В связи с этим я буду, наверное, может быть, в ближайшие дни, если это не пройдет, то сделаю небольшой перерыв. Ну, в крайнем случае, буду просто снимать, говорить, вот, там, 31 марта, воскресенье, сегодняшний день, подошел к концу и занимался тем-то, 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 на этом все. Хотя, может быть, завтра у меня будет другое настроение. Может, я просто перепарился сегодня в бане, поэтому мне лень что-либо делать. Хотя сейчас вот начал говорить и автоматически уже интересно поговорить стало. Уже не хочется выключать камеру, хочется болтать, рассказать что-то. В сущности, чудесная работа получилась. Она еще не закончена, я буду ее продолжать, потому что, ну, так как я сейчас читаю, я одновременные канты Шопенгауэра, вот, и настолько проникнут их мировоззрением, их сознанием, что, ну, вот, если это диалог, он, в принципе, у меня уже сохранен в памяти, и читая, он не маленький, да, то есть он достаточно большой, плюс я уже прочитал немало дополнительных работ этого самого Антонюка, и читая канты, я прям вижу, насколько глуп этот Антонюк и отдельные положения наиболее яркие и наиболее глубокие выписываю и вставляю, вставляю главное. Ну, у него, конечно, много, то есть здесь можно, здесь можно целую книгу написать, причем не принимая никакого участия, просто, просто расставляя Антонюк Шопенгауэр, Антонюк Шопенгауэр, потом мы введем, наверное, канты туда, можно еще кого-нибудь ввести. Не знаю, Гегеля, Гегеля или Фейербах, Фейербаха, вообще, Фейербаха, мне кажется, разобьет обоих. Ну, обоих, конечно, нет, Шопенгауэр, глубокомысленный, глубокомысленный Фейербаха, и значительно, значительно более философ, чем тот самый Шопенгауэр, да, хотя, тот самый Фейербах, хотя, в сущности, если сравнивать, и у того есть много интересного. Ну, в любом случае, если сравнить любого из них, вот с этим Антонюком, то это видно, где-то, я не знаю, сравнение пятиклассника с выпускником университета, какого-нибудь отличника, а пятиклассник двоечник, вот, примерно, примерно такое сравнение. Несмотря на то, что 200 или нет, правильно, те люди, занимаясь, посвящали этому всю жизнь, люди посвящали всю жизнь тому, что учили язык, читали книжки и пытались что-то создать своим умом, то есть пытались понять, о чем пишут люди, пытались это критиковать, пытались это обобщить, пытались это донести до других людей, то есть, фактически, это вся, вся эта работа представляет одну и туру, то есть, независимо от того, Шопенгауэр, Гегель, Фейербах, Марс, то есть, вся эта работа идет о том, чтобы донести до людей, что мир не ограничен какими-то вот этими материальными ценностями, материальной гонкой, там, за деньгами, за чем-то еще, там, за, я не знаю, за семьей, за счастьем, что можно действительно найти, найти себя в том, что заниматься вот такими вещами, как постижение устройства мира. Ну, конечно, постижение устройств, то есть, понять, постижение того, для чего вообще человек существует, как он, каким образом он произошел, высказывать какие-то догадки, предположения, пытаться их доказать, опровергать чужие предположения. Ну, фактически, это, ну, я не знаю, написать такую работу, которую я написал, это равносильно тому, что, ну, равносильно тому, да я даже не знаю, что привести из прошлой жизни, ну, равносильно тому, что, что, ну, хочется сказать, что равносильно тому, как сдаешь два колька, там, по три тысячи, как пять лет назад было, да, приятное ощущение. Написать такую работу, это равносильно тому, что сдать все кольки одновременно, одновременно сдать все кольки, которые я сдавал, вот, все их, не ощущение, все это ощущение от каждого колька, когда ты сдаешь, ты думаешь, о, ништяк, я заработал три тысячи, обманув, наверчивых, наверчиво глупых людей. Да, я так думал. Ну, вот как бывает, вот как бывает, да, однако я так думал, но не важно, но сейчас я об этом говорю. Так вот, ощущение, которое я испытывал от зарабатывания денег, если все его вместе сложить, то есть весь период работы за пять лет, все его суммировать между собой и сравнить с написанием одной, да сравнить с написанием последней сигареты моего рассказа, в котором я описал все эти события в течение одного дня, изложенные там на 30-40 страницах, если сравнить все ощущения, то и ощущения этого, конечно, я больше счастлив от того, что я написал здесь и тут этот первый мой интересный рассказ. Да, действительно, это был первый мой опыт, он был успешно, да, успешно, ну, по крайней мере, я могу так судить, потому что прочитал очень большое количество книг и могу представить себе объективно, что к чему, да. Ну, конечно, в целом это ерунда, пустышка, мало чего я себе представляю, еще я там выписывал какие-то из Салтыкова, там выписывал какие-то эти, ну, размышления, да, прежде чем написать, я прочитал все собрание сочинения Салтыкова, почти все Достоевского, все Толстого, много Чехова, много Тургенева, много Данилевского, кого я там еще читал, Кастаньеду, всего Аристотеля, кажется, все, кто-то еще был, кто-то еще был, кто-то был еще, тоже был еще, нет, Шахпир был после, Достоевский, Тургенев, Пушкин тоже после, как раз после и был Пушкин, Толстой, ну, много было, 4 года было чтение, два из которых упорного, Тургеневский, Зенг и Покер, он тоже устранец по 30, по 40, где я читал, ладно, заболтался, поэтому, значит. Субтитры сделал DimaTorzok